Друзья, привет! С вами МЦ Маргарита. Вы на моем канале. Не забывайте про опцию Суперспасибо и заказывайте баттлы на любимых исполнителей. Вячеслав, спасибо огромное! Ребятки, пошумим? Пошумим, друзья. Поехали! Привет! С нами непобедимый, неповторимый Дэд Фэйт! Привет, дорогой! Как же ты его... Как же ты... Я не пойму. Что у нас будет ведущий в очистке, что ли? Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Какие планы на оппонентов? Ну, никаких. Почему? Ну, нет планов. Ноль. С нами Смоу. План Б! Привет, Смоу! Привет! 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 Добрый день! Очень приятно! Добрый вечер! Для тебя такой вопрос. Ты и Верч Фэйт. По сути, если вдуматься, самые стабильные парни на этой карьере. Скучные, душные. Нет, я так не сказал. Я сказал просто стабильные. А что ты имел в виду под стабильный? Ты знаешь, что... Вальчинский. Знаешь, стабильный, вот как сказать, ты стабильный. Это вот комплимент или нет? Как ты думаешь? Говорят, обычно, что пациент стабилен. А почему? Почему это комплимент? Потому что он стабильный. Психика стабильная. Нет. У него треки классные. Ты имеешь в виду, что он регулярно новые свои треки. Он читает классно. Его любят, его смотрят. Он стабилен в этом. Да? Да. Я так. А душ, почему он это сказал? Не знаю. Реально не стабильный. Я уточняю информацию. И вы... Как вот ей правильно говорят мальчику первого? Вальч... Как? Вальчфейд, кажется, я не знаю. Вальчфейд. Тоже мальчик хороший. Тоже стабильный, да? Да, тоже стабильный. Хороший мальчик. А кто тогда не стабильный? А не стабильный это люди, которые, вы знаешь, то они выигрывают, то не выигрывают. То хотят они писать, то просто так. Ну, как, между прочим, делают, понимаешь? Ну, понятно. Диктатор не стабильный. Да, да, например. А вот он... Да, он стабилен. Потому что он классно читает рэп. Он классный батлер. Он стабильный. Его любят и уважают. Правильно? Поэтому он стабильный. Я так считаю. Валерии... Что это? Перчиночка. Тихо, тихо, тихо. Из ряда... Слушай, что там так похорошил, да? Смог. Он и раньше красавчик был, да? А сейчас прям вот в этом батлеле он прям красава-красава-красава, да? Весна, наверное, потому что настроение хорошее. Не знаю. Он так симпатичный, хорошенький, да? А вот сегодня мы прям... Краш. Краш? Он твой краш? Реально, реально, реально. Какой у него красавчик. Он что-то бульба какая-нибудь на голову оппонента. Не, планируется. Акапелка, акапелка даст, даст, да. Внештатная акапелка? Ну, она дает больше... Вот все равно, я еще раз повторюсь, ребят, и все. Все равно, вот человека слушать, когда, ребят... Его тембр, голос. Да, его тембр. Если у него голос тембр классный, он классно будет читать. Если заглушено немножко, как-то вот все равно не так звучит. Ну, звучит, конечно, если он такой изюм добавит, какой-то такой изюм-изюм, да? Да. Но вот, когда уже голос такой поставлен, такой, ай, такой прям чистый-чистый, звонкий. Да, представь, как он будет здесь читать быстро. Речитатель, там же отпрыгивать будет. Это же вообще нереально будет, да? Угу. Есть ли грязь, а зачем грязь не подходит? Мы разные отличники. Есть отличники, которые стараются, а есть отличники, которых любят за красивые глазки. О, тоже хороший мальчик, да? А ты себя каким причисляешь? Ну, он тоже вот у него голос. Ты себя каким причисляешь? За красивые глаза или которые стараешься? Вот этот? Нет, я его спрашиваю. Красавчик и старается. Ага. Третий вид отличников. Да, слушай. Ну, тоже голос хороший у него. Вот я не представляю, как они побороться. Даже не представляю я. Ты сегодня решил доказать, что ты не просто так отличный, а? Да, у меня красивые глазки, бля. Хорошо. Будут ли, будут ли заходы на удачно получившиеся тиктокерские, ютубовские биты и, значит, ваш глазки? А, мамы, кай. У него? У тебя. У меня не будет вообще. У тебя чистая... Да. Три раунда. Да. Классическая порка. Да. Да. Наверное, все-таки около культурного будет в этот раз. Да. Да, ну, может быть, для кого-то что-то и покажется таким. Я помню. Пожще, пожщеще. Сам для себя, а ты. Ну, у Смока не часто бывает такое, знаешь, трешачок нехилый такой бывает у него. Бывает. Там что-то кому-то, куда-то, каким-то образом. Он любит такое сказать. В этот раз он сказал, не очень будет, вот сейчас сказал. Культурно будет. Культурная порка. Да, видишь, культурная. Но будет порка. Что ты сам по себе воспринимаешь как человека ниже стоящего, выше стоящего или на равном? Личное восприятие. Ну, а что он скажет? Он как Жанн. Не, Верч, хороший парень, прикольный парень. Как его Верчим? Парень, Верчим. Ему, мне кажется, он вот сейчас как раз на вот этом пограничье еще, вот новичок или вот уже влившийся в основу. И вот мне кажется, он еще не перевесил в какую-то... Да, он правильно говорит, да, он еще новичок, он еще вот только начинает. Влившийся новичок. Да, 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 вот он действительно так, правильно сказал. Вот балансирует, но я думаю, что еще пару баттлов он будет на уровне. Но ты все-таки сверху не смотришь. Ну, конечно, конечно. Честно ответил. Он так, да. Я стал юлить. Сейчас посмотрим вот этот наш баттл, как будет. Йоу, всем хау, друзья, это Кур МЦ. Я его ведущий МЦ, спасибо. Москва, как слышно? Перед началом баттла хочу сказать большое спасибо Royal Raven. Если вы любите классный вкус и смешайте коктейль, смешайте свое настроение вместе с Royal Raven. Дайте шумы для наших друзей. DS Pro, лучшее музыкальное оборудование, все ссылочки будут в описании. А за пультом у нас сегодня диджей Головина. Ооо, ее после прошлого фиаско оставили. Да, что она там косяк, да? Это Настя, которая, да, у нее там был косяк, я запомнила. Просто у Бердаса никогда не было. Суть ее. А ты бы что чувствовала, если бы тебе кричал Halloween? Отключай, отключай, а у тебя не получается. Че? Кстати, может быть, возможно, пожалуйста, пригласить такого фрешмена, как Дымок? Ради бога, пожалуйста. Интересно было. Это было бы нереально. Если ему, например, тяжело километр текста запоминать, надо пусть на экране текст пойдет. Хотя, я думаю, он в состоянии выучить текст, потому что он фрешмен. Да. Понятно, да, что даже молодые ребята, которым 20 лет, они могут с телефона быстренько текст посмотреть, что тяжело выучить, да? На совесть подготовиться. Если возможно, пожалуйста, и Цик Цибер. Это было бы круто. Да, интересно. Мне кажется, он не пойдет. Мне кажется, он бы даже если стоял и просто молчал, это было бы очень круто. И смотрел бы на своего оппонента. Почупец ты. MC слева, представься. Смоук, план, Бэээ, Кобель, Беларусь, Тихо! Ух ты, ух ты как, да? Теперь батл, друзья. По результатам жеребевки этот батл начинает Смоук. Встречаем его! Давай, давай. С музыки пошло. Пит классный. Молодой игрок к этому шел через кровь и пот. Отец Горд не засох на трусах пятно. Взорвал шерстик-ток и вот. Поздравляю с выходом по основу, да? Ты честно работал, по битам летит очередная песта. Голубо в кадровый голод превратил это место в болото. Вы еще говорите о Кобеле, все плохо до каутов. Думал, ты квартир номер один, ты не пропилишь прототип. Слушай, объясни момент. Это у него изюминка такая или два человека там были? Вот какой-то момент там был. Смоук он мастер быстрой читки. Я поняла. Он очень быстро может читать. Там два голоса звучало. Я не знаю, может при монтаже какую-то фишечку наложили, но это звучит круто. Ну классно, восхитительно, шикарный голос, да? И вот это изюминка. Эталонный голос у него, да. Да, и вот это изюминка там. Два момента было, где там два голоса пели. Послушай внимательно. Выясняйте, выясняйте, у кого круче отцов, не связи, не дам мерок. Ловит тут восторженные отзывы. Кем тут надо быть, чтобы не хвалили ни и пусть уже учит, уже банчат на ютубе, всегда боже мой. Прежде чем учитель, напиши сначала собственных чудов и профессор, я. Что у вас бесполезно, да? Твой уровень банчает, но че быть бесполезно, я. Делку им все банчат, закручивают хайки. И судя по всему, все банчат по твоим кайдам, а патлы все еще чудом неопротивили. Все молчат, кричат, кричат, но чуют запутнили. Таких как ты тут уже хватит, заплатили, отведите, кто не трех попесом на вазэктомию. Патлер даже профит, в кратках глоби. Глупали и кракинули, после стартовой лодки все люди шумят круче, они все хотят крови, но патлы идут. Ну что, ребятки, ну наш любимчик дает, да? Ну голос у него шикарный, речитатив, все понятно. Каждое слово он говорит нормально, да? Классно все прочитывает, да? Он окончание не жует, он их говорит, говорит. Он их выдает, окончание выдает. Это большая работа, ребятки. Некоторые захлебываются вот в бите, не получается у некоторых. Говорить не буду кто это, но есть такие моменты у некоторых. Которые каля-баля говорят? Да, да, да. На стриме, потом на свалку эпохи. Зал забеет вызов, пора убить дизам. Я сам забыл смысл, убив, забрал 30 парад. Без них, без них, без них, без них, выжил, вышел, упал, списан, да? А я вернусь всегда, если так будет, надо плевать, сколько на пути фрагов списано. Тетрадок подрежу языки, не надо доставать секатор. Меня пьянит этот круг, бы ты здесь надышал диктор. Бич! Ты снова на махче, лоурифы, мать и помадки даже насрать. Вообще, как ты будешь падли, ты же не самодостаточен. Позвонишь в Калугу, если придет время для папочки. Нет, твое будущее не интрига. Батлица, битр, запинту, орехового пива. Где вся эта ганития? Ну, шикарно, да, скажи, шикарно. Он так интересно делает, он может так резко-резко быстро перейти на быструю строчку, потом резко как-то раз и более медленно читать, потом раз опять быстро. Он так интересно делает. И интонацию меняет. Да, 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 вот это, вот это. Я, кстати, только за ним такое замечала, вот так балансировать, действительно. Раз быстро, раз помедленнее, быстро, помедленнее. Классно, интересно придумал. Молодец, классно. Ты на Ото глянь, как он танцует. Он постоянно танцует, да? То есть, кто у нас знакомые лица, кто здесь есть? Вот Ото, кто еще? Ну, посмотрим, да, чем ответит верфечь. Давай, ну-ка. Не, ореховое пиво наше все вообще-то. Ну-ка, давай, давай. Ну-ка, давай. Охуенный белорус, да я в рейбе на виду. Че ты пянешь, зол поем, я респектую мастику. Ну, ответ достойный. Да, классный, классный, классный. Достойный ответ. Классный мальчик. Интересный тоже, да? Молодец. Честно, я не ожидала, что будет так шикарно. Очень классно. Да, не ожидала. Ответ неплохой, молодец, красава. Да, он вроде, он достаточно молодой, да, там ему не 40, не 35. Он так хорошо прям, как будто с большим-большим огромным опытом. Да, молодец, молодец, умничка. Голос классный. Хорошо звучит голос, хорошо читает, да? И текст такой достойный, да? Скажи. Ага. Хан забирает твой характер и ебашу, раз инкар. Он приняет, чью и трюбку задаст. Ты не почука, но мне нужен будет противопераз. Мы скрываем бану, ждали грозунь и заседания, хотя на кубке часто засуд. Ты не в второй районе, дядя Алона, столько лоп, что это, блядь, тебя натянет пальто. Я стою за эту улицу, люблю поменьшить. Рома, ты как в Стоник Хэллоу, чей хочешь пришиться? Ну, какой же безидельный лох, это из-за тебя и плана запретили клетный ног. Принес на баттлфикс и пленку, здорово, не так ли? Стои без прикола, где японки и тингакли. Я тебе не попеню, да, заготовки кипичные, не поворачивай голову, ведь за тобой нету личности. После база ты не такой, за экраном пара черкать, самураи после боя снимают маску черта. Ненавижу, коньков и паршивых прилипала, я сражаюсь за культуру, подпишись на телеграм. Если поебу, то всегда есть боец, слушай, покусай сильно, чтобы налегке доел кулки. Они меня не принимают, в принципе, что ты стоишь, как в стопе это место сипе в листов. Что? Классно? Речитатив. Таратурочку дал нам. Речитатив классно пошел? Да, нам таратурочки. Молодец, окончание не съел, нормально, молодца, молодца. Моя вишенка на торте колхоза, ты искал не ту все время, а у меня просто да. Депрессивный смысл образумиться нельзя, сколь веревочки не виться, образуется петля. Это то, что для тебя не нужно пыль о равенстве, я открою рот, и этот дым затянется. Батлики заказы и стебательства, они нас поставили бодаться в обстоятельствах. И побеждая тонком и пухой железы, или в гробнике, как правило, твердый лоб ебет железную логику. Почему ты серый, мой план БЧБ? Я в искусство верю, мой план БЧБ. За пару батлов надоело подвар, за пару, что потрудим быстро, достиг потолка, блядь, думай. В конце хорошо сказал, думай. Неожиданно, неожиданно, честно скажу, я другой от него ожидала. Молодец, молодца, достойная растет смена, да? Какого ты тут менять собралась? Нет, вообще, говорю, молодой же он, батлер. Молодец, молодец. Надо всем пожилым батлером напрячься немножко. Потому что молодые пришли. Да, я прям довольна и молодец. Москва, как он первый раунд обертфейда! Молодец, профи. Слушай, а глянь, сколько фанатов, да? Сколько народу на этот батл пришли, да? Угу. Отвечает ему вторым раундом Смок! Смок! Ну-ка, Смок, давай, Каптюн. Как ты нам ответишь? Да. Давай, давай, бит какой? Бит. Нормальный? Ну-ка, послушай. Никто, восяк, привет. Ой, привет, привет. Нет, нет. Ана, я... Все равно я Смока, блин, как-то люблю, я не знаю почему. Или я привыкла к нему, да мне нравится он вот. Вот он мне весь нравится, блин, знаешь. И читает, как он просто, вот и улыбка ему нравится. И просто вот, ну, нравится он, как батлер. Второе тоже мне нравится. Но я пока к ним только привыкаю еще. Он новенький для нас. Да, а Смок-то мы уже давно усмотрим. Смок-то знаем одного из первых начали досмотреть. О, красота пошла! Ребят, красотуля пошла, красотуля! На тебя силы хватит. Я начал, я и закончил. И ты начинаешь, что ты с эмпатией. Ведь так и не стал чем-то большим. Который паттл питаясь. Подали лифт, мы плов, задавишься, сука. Подали свободу, я на качество. Как стахотовец, я по вас так, что грязный. По грязной спектрой всегда идут по моим правилам. И в гробе ляда белокамены меня позвали. Загнуть дыру, но я не горд. И тут твои хобби будут замены. Ты вошел в игру, рожок, искру, разок, чтобы делать шум. Говорили душ, ты переобулся, в жуку любят и шум. Ты у них игрушка, делай то, что нужно, что тебя ждут. Ты у всех там ушки, каждый хоб взял пушку, сделал шум. Ребят, вы звоните, конечно, извините. Вы обижаетесь, что я останавливаю. Но я не могу не остановить, друзья. Хочу это подчеркнуть. Очень эмоциональное выступление. Да, хорошо прочитал терраторочку. Артистично очень. Артистично, да. Прямо все проговаривает. Даже взглядом, мимикой, интонацией. Да, и мне нравится его текст. Мне нравится, когда нет такого там на трэшнику. Нормальный такой текст. Но батлерский текст при этом. Текст жесткий в меру. Это хорошо. Угу. Вот мне бы тебе въебал все, что мог. Ты ванат, брата, ты ванат, брата. Любишь медок, люби, холодок. Ты теперь трог. Вот такой ведешь, повтори. Ты на летный успех. Ты хотел правдиво, тебе правдиво. Но это не делает тебе сильнее. Ведь ведь ты не рожден. Делать разъем. Тебя везут сюда, будто насъем. Такой из батлерок на рысь, тебя объем. Викинги, как козловские, блядь, и все. Взля ты пришел, дурачок. Я забыл текстом, но признать любовь. Потому что ты пошел нахуй вон. Нахуй пошел, пошел нахуй вон. Ууу, дурачок. Дурачок его назвал. Зачем ты пришел, говорит, дурачок? Хе-хе, дурачок. Москва, как вам второй раунд от Смока? Клаш, Клаш. Молодец. Смок это Смок. Встречаем второй раунд Верчфейт. Ну-ка Верчфейта посмотрим. Ответ Коку-ку, тихо. Пошло, 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 бит. Серьезный очко. Тихо. Тихо. Очень крутой рэпер. Нереально крутой. И сейчас он полностью поменял манеру исполнения. И как будто пришел другой парень абсолютно. Свой тембр поменял голос. Ты замечаешь? Тембр поменял. Я тебе говорю, как будто голос совершенно другой. Молодец, достойная сперва. То есть он может голос свой изменить, понимаешь, без проблем. Молодца, молодца. Слушаем дальше. Нет, когда, например, все равно у каждого батлера там есть свой тембр голоса. Правильно? То, как основная их, ну, основная линия, которую они используют. А мы теперь не знаем, какая у него основная линия. Первая была очень шикарная и сейчас тоже супер круто. А мы сейчас не знаем, какая у него основная линия. Вот из таких серьезных, уже опытных батлеров, вот из толпы выделяется этим. Он может голос там до 18 раз, я считала, просто поменять звучание. И вот тоже просто обалдеть, не ожидала, что так можно. Молодец. Просто сходу взял и поменял. Молодец. Ну что скажешь? Кстати, он достаточно суровый исполняет, ты заметила? Он такой миловидный сам по себе, молодой человек, но он так сурово исполняет. Вот этот у него бит какой-то на него прям суровый, агрессивная энергетика. И он не скажет, что он такой трешовый трек, да, но голос какой-нибудь. Энергетика, подача, да, 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 суровый рэп пошел. Просто подача суровая, какой, оказывается, он суровый, да? Они два учителя, да? Слушай, неужели учителя оба, учителя, которые ушли в Рыбаттлеры? Слушай, подожди, или это просто сказано? Мне кажется, да, раз они так сказали. Смог учитель русского, а этот учитель чего? А откуда знаешь, что смог учитель русского? Ну сейчас же только он спел. Я думаю, это обман какой-то. Но мне нравится, что баттлеры образованные, что они с высшими образованием. Я же подумала, думаю, ну а если его ученики слышат, пускай. Ну, наверное, в школе-то не работает. На музыкант же все-таки. Ну что, ребятки, ну огонь, огонь, ребят. Обои достойны противники, слушай, достойны противники, да? Интересно, кто вывезет, даже не знаю. Я не знаю, голосование будет или нет в конце. Не знаю, не знаю даже. Посмотри, будет голосование, нет, мне интересно. Сейчас уже посмотрим дальше. Ну классно, конечно, блин, шикарно, ребята настроение поднимают. Классные ребятки, классно читают, прям, знаете, по-разному, все по-разному. Мощнятка. Да, мощь, прям, да? Реально, мощь. Москва, как вам второй раунд Верч Фейда? Йо, мы переходим к акапельному раунду и его начинает снова. А акапельный, значит, это без музыки уже, Фома, я так поняла, да? Посмотрим, что будет, что будет. Спасибо. Что сказали? В последнее время стало модно думать о своей самоидентификации. А, это просто говорить будет без песен. Членом или вагиной оказывается уже недостаточно. Перед натиском трендов, бессильным природам, матушкой в редактор персонажей завезли пол и ориентацию. Вот я гетеросексуальный мужчина. Ну? Слушай, извините, пожалуйста, что такое гетеросексуальный? Гетеро, что это такое? А ты гетеросексуалка, кстати? А что, гетеросексуальная? Это что такое гетеросексуальная? Ну, скажи, ты гетеросексуальный? Я не знаю, кто я. Ну, скажи, да или нет. Не знаю я, такие слова не говори мне. Ты знаешь, он мужчина, да? Так я поняла, да? Ты не знаешь, да, что это? Нет, не знаю. Ну, что такое? Потом узнаешь. И с мальчиками, и с девочками что-то. Ну, как ты думаешь? Ты как считаешь? Ну, это мне не нравится. Как-то ты как думаешь? Не нравится, не нравится. А ты против, да, гетеросексуалов? Против. Против того, чтобы была одна, как положено. Одна вот девочка, одна мальчик, один мальчик. Чтобы это была вот любовь такая. А это все это... Извращение неприемлемо. Нет, ты что? Никакого гетеросексуализма. Ну, я всегда так считал, что яйца в моих трусах потеют не просто так, но ориентация штука хрупкая. Я решил проверить ее на прочность. Неужели 28 лет пацанской жизни перечеркнут накрашенные ногти? Давайте узнаем, друзья. Давай. Тихо, тихо, тихо. Ему ногти грозят. Да мне кажется, он нормальная ориентация. Это просто батл. Да, миссия, очень ответственная миссия. Надо быстренько все сделать. На левых что? Красота-то какая. Хари, Хэллоуин. Красота-то какая. Бо-ля-ля. Поэтому? О-оу. Походу, это правда. Я реально превращаюсь. О, господи. Теперь моя тактика на батл затыкать тебя хуем до смерти. И это тебе еще повезло, что я не пробил себе правое до кучи. У него есть трайп. А можно человеческого? Сегодня получишь. Ну, походу, все. Моя натуральность улетучилась. Хер с ней. Этот парень теперь меня ненавидит. Верч Хэй. Верч Хэй, но нравится или нет, придется стоять и смотреть, как тебе ебута попробуешь убежать. Я наступлю тебе на выболившуюся кишку. Ой. Ну, че? Так это по-вашему работает? Зовите санитаром. Ведь ты со своим батьком на эту тему был. Ой, как солидарен. Ведь у вас все так просто. И от человека можно по щелчку пальцев отречься, если ему в голову... Ты, кстати, как думаешь, вот то, что сейчас говорит Смок? Вот он говорит о том, что есть такой тренд, что нельзя вот это показывать, что это может повлиять. Ты как думаешь, демонстрация вот таких вещей может повлиять на ориентацию ребенка? Ну, не то, что ребенка. Ну, да, человека даже, взрослого там или нет. Ну, мне кажется, во-первых, бабло... Если кто-то ногти накрасит, может это изменить его вообще самоощущение? Ногти накрасить можно. Знаешь, какой цвет? Просто прозрачный лак, чтобы красивый... Парни будут прозрачным лаком, да, красить? Про парней же речь идет? Да. Просто ухоженные ногти. Прозрачные. Слушай, извини, парень с прозрачным лаком, блестящим на ногтях, это ничего такое? Нет, не блестящий, бесцветный такой. А зачем красить парня ногти? Ну, например, если он хочет. Например, если хочет. Ну, извини, тут вопросики уже пошли. Почему ты это хочешь? Нет, он красивые ногти должен обработать. Нет, подожди. Это ребята делают, которые живут в больших городах, которые работают в офисах, которые вот такие, понимаешь? Ты что думаешь? Вот сидят наши вот депутаты, например. Они за собой ухаживают. Я так думаю. У них все чики-чики вот. И ногтички, чтобы были чистенькие. Как как же? Нет, тут и не сразу накрасить ногти и гигиена, и просто ухоженность элементарная. А я про это и говорю, про ухоженность, а про что еще я говорю? Ты предлагаешь, значит, красить ногти и просто назвать, что это типа того, что элемент ухоженности. Нет, не то, что красить, а что-то такое просто ухоженность. Чтобы у человека, у человека, который работает... Ну, ты продвинутого мнения, конечно, ты продвинутый современный чел. Подожди. Если у человека работает, вот, ну, как сказать, ну, ты поняла меня. Человек должен красивым быть везде. И костюм, и прическа, и ногти. Он же сидит, он же подписывает, да. Я не против, но только, конечно, не цветной лап, естественно, а просто ухоженность ногтей и рук. Идет надеть эту фейскую перчатку бесконечности. Ага, блядь. Слышь, натурал, у меня у тебя есть вопросик, дай знать мне. А почему это рифмобес не позвал тебя на свой чисто мужской сайфер? Для тех, кто не в курсе, объясняю. Короче, БЧБшники ебанулись и к новому сезону сняли сайфер в спортзале. В центре внимания клипа спортивные костюмы и нарочито выбирающие из них гениталии. Почему тебя-то там нет? Ты же чемпион площадки, ну, здрасте. Мне кажется, ты написал куплет, но просто-напросто провалил кастинг. Секретики какие-то, да? Я даже представляю, как это было, когда я приехал сниматься, перед этим даже подрочил, надеваешь костюм, а рифмобес такой, не, недостаточно торчит. Хоть бы бутылку подложил, или, я не знаю, банан. Над кем мы ржали, а? Вот недавно такой вы видели, угар такой. Над кем мы ржали? Сируф. Вот он пришел с бутылкой в штанах. Ой, кошмар. Как раз бы с пацанами после съемок намутили себе протеиновый коктейль. Или сняли сериал, например. Какой-то секрет он рассказывает. Мы не боялись, я не пойму. Верт Фэйча куда-то не пригласил рифмобес. И вот он говорит, почему тебя не пригласили. Слово БЧБшника, сперма на татами. Ну, как вариант. Как вариант. Ну, да ладно. Вы играетесь в суровых пацанчиков дальше. Плевать вообще. Но проблема пацанских понятий в том, что они работают ситуативно, избирательно. Вот, например, если Отто, на которого мы в обиде, накрасил ногти, то он говосеек, мы его осуждаем. Зато снимать качи сайферы с торчащими из спортивок болтами. Вот это, блядь, натурально. Вот это я понимаю, да. Угрожать человеку сливом компромата, из-за чего он может сесть, между прочим. Да это нормально. Блядь. Сливом компромата, изместили обиды, неважно. Вот это по-нашему, вот это по-пацану. Верт Фэйт кому-то угрожал, что ли? Ничего не знаю, я не знаю. Сливом какого-то компромата. Немножко мы не в теме. Да, мы не в теме. Немножко не в теме. Слышь, мужик, ты же теперь вроде как отец. Проводишь с молодняком собственный батл-рэп. Так раз уж нашел в себе смелость завести детей, так найди в себе смелость подавать им хороший пример. Молодец. Это обязательно. А тебя там ничего не смущает? Но я понимаю, папа для сына всегда супергерой. Но я бы после всех этих мувов лучше бы остался сиротой. Но ведь ты такой же обидчивый рэперок, который решил, залуплюсь на тех, кто старше, и буду крут. Наверное, дома он не слишком технично тебя писал, раз ты все-таки отбился от рук. Да, ну вот так вот в жизни бывают. Теперь я понимаю, откуда все эти ЛГБТ-шные срачи. Пацаны хотели показать свой маскулин. Кстати, на всякий случай скажем, что мы за традиционные ценности. Мы за традиционные ценности, ребята. На всякий случай. На всякий случай говорим. Да, и, наверное, все, даже в этом зале. Показали свою приверженность к гачи. А может, ты просто зазнался, запросил слишком большой конораб за свои барс, дик и ас, а риф-побес просто отказался платить тебе 300 бакс. Но, тем не менее, тем не менее, перед нами победитель, победитель сезона больше, чем баттл. Ну что за зверь? Только ты там одновременно и данжен-мастер, и фопкин-слейб. Ну что ты сделал? Ну, секретики такие мощные у него, скажи, да? Это не проходные строчки. Они, по-моему, его зацепили. Потому что он молчит. Очень серьезные секретики пошли. Баттл-рэпа, блядь, тупо приперся из своей Астрахани. Я ради баттл-рэпа рискнул своей ориентации. Но оно того... Блин. Но оно того стоило. Вот вроде сидишь, пишешь этот большой анекдот, и в то же время параллельно понимаешь, кто есть кто. Вот, например, тот самый Отто, ну, который Амасек. Недавно взял и просто так, без задней мысли, перевел тебя в пару косарей. А зачем? Хотя вы даже не общаетесь, он тебя толком не знает. Да что там, ты даже не просил, тебя дурачка взломали. И это уже после того, как ты тему с ногтями обсмаковал, а потом говорил, ой, да это же баттл-рэп, токсичная среда. И так-то оно так, долбоебов тут много, это общеизвестно. И ты, видимо, ничего лучше не придумал, чем занять среди них свое законное место. Жесткие у него... Остановись, Верча, оно тебе не надо. Речь жесткая. Иди, братух, у тебя еще столько всего впереди. Открыть кальянку, полизать пизду. И дети, дети не должны отвечать за грехи отцов. Я думаю, это действительно так. Вот говорят яблоня от яблоня, но у тебя еще есть шанс. Раунд. Слушай, ну какой-то секрет, да, вывели, который мы не знаем. Мы не в теме. Да, не в теме. Мы честны, мы не в теме. Да, и до конца я что-то даже не поняла. В смысле, неужели это может быть такое? Что? Что он про него говорит? Наверное, Верч Фейд как-то жестко высказывался о тех, кто ногти красит. Наверное, об этом речь шла. Не знаю. А ногти, в принципе, красят многие рокеры. Это рок. Это не что-то другое. Какой ответ будет? Москва еще раз. Какой акапельный раунд от Смуга? Встречаем завершающий акапельный раунд Верч Фейд. Он очень серьезный. Это лицензия, но убийство. Тихо. Кто не понял, вот убийца. Ага. Лицензия, блядь. Ты вдохновился хитманом или пиратом-грабителем, сука. Но настоящий хитман закрутит не схему оглушителя. Настоящие пираты не качают лицухи. Твоя ответка Дисун. Твоя ответка Дисун. Дешевая попытка дать народу опиум. Надел там тишку со своим никнеймом, чтобы не забыли серийный номер этой копии, блядь. И вроде бы всем хорошо жилось, но пока твои дела маньяка не отложились, как жирок по бокам. Раньше Смуг был злее. Каждому переебашить со старанием. Но Отто засунул в дыму к свой агрегат, и он перешел в другое агрегатное состояние, блядь. Ответ какой жесткий, а? Шанс мизерный. Как бы ты ни попытался задеть оппонента, тебе в ежовых рукавицах не удержать зрителя. Так и твоя лирика. Это не опыт, это абстракция. И каких бы там достижений не было, это похоже на дешевую хуйню, чтобы вызвать слезки. Воскрешение Рэббала, блядь. Ну, достойный ответ, да? Ну, от... Мои старания меня же и погуб... Нет, у Смока все-таки больше напора было. Да, он более уверенный, более уверенный, более агрессивный, да. Может быть, немного что-то смутило Верч Фейта, может быть, там были какие-то факты. Ну, хорошо, конечно, но все-таки у Смока больше как-то агрессии, да, было. Все-таки это батл Рэбжа. Он тут долго кружил. Но я не засучил рукава, только чтобы дым меня не смог удушить. Когда в голове ничего не застучало, мне стукнуло, словить не тук. Без битая, как без одежды, не у себя дома, но жесткой югу. На битах нам делить нечего, все слабые и сильные доли мои. Ситуация смешная, мем страшный, так решили эпоху Хэллоуин. Нас реально уговорили, и пусть парадокс даст увечья. Пройдется кровь в реке, но таково красноречие. И ты от этого не стал крутой. Без бита, значит, Верч Фейт хорошо звучит. Очень это мало, кто хорошо звучит на самом деле без бита. Ну честно, есть батлеры, которых неприятно слушать без бита. Здесь ребят приятно слушать. Да, молодцы. Ты от этого не стал крутой, а не стал в стойку. Ты не про панки хой, ты панк в хойке. Это для тех, кто шарит... Это для тех, кто шарит за стратегией, но ты точно не шаришь. Это для тех, кто шарит за стратегией, но ты точно не шаришь. Таков итог. Ты бы нахуй не появился в этом кругу, если бы умел думать на пять шагов вперед. Ух ты, ух ты, ух ты. Ты ни хуя не смог. А я вот все смог. Игра слов. Смог, смог. Ты не смог, я смог. Сейчас чуть-чуть подзабыл, видимо. Это было сказано осознанно, чтобы все душные стримеры поставили на паузу и перехуячили себе ладонью лоб, бля. Как думаешь, мы душные стримеры? Как думаешь, мы душные стримеры? Да нет, наверное, мы не душные, мы нормальные. Ну ты-то, может, и нет. Про меня говорят, что я душнее, душнила. Я нет, я вроде как и спокойный человек. Ты не понимаешь, кто такой душный. Я понимаю, душные такие противные, такие нудные. Нет, я вроде нормальные себя чуть-чуть. Боли лучей, это была техника бесконтактного боя. Учись, блядь. Бесконтактного боя. Ну, молодец. Охуй. Ты уже почти потух. Причем безнадежно и быстро. Да что ты? Зачем это все? Дым без огня — это как слово бессмысла. Я не пытаюсь прочитать твои строчки и мертвый стиль, но не читай ты про рифмобеса уже больно, не мне уже больно им, блядь. Концепция, высокий тембр. Причем твой писк на пользу. Хуже лишь МС, которому скучно готовиться. Это твои слова. Теперь я тебя не притяну за пиздобольство. Вот эти глазные яблоки на выкате. Это фишка, это марочка. Слушай, вот он молодой ведь, да? А у него текст какой, да, интересный, скажи. Эй, молодой. Да. Бегать за водой. Ну, я думаю, они одного возраста. Ну, вот ему 28, да, он сказал. Я думаю, овердж фейту тоже где-то 28, 27, 25. Думаешь? Ну, я думаю, да. Не знаю. Думаешь, 20, что ли? Не знаю. Ну, я знаю, что он молодой стример. Не стример, а вот этот. Батлер. Батлер, да. Очевидно, капитан очевидность. Конечно, молодой. Не более чем помощь в том, чтобы панчлайнами я попал в яблочко. На меня-то в этой битве не ставили. Но я не боюсь. Тебя Макс Киллер разъебал уже только потому, что он больше подходит под определение «белорус», блин. Патрик Бэтмен, белорусский психопат, снимает масочку, чтобы кожа была нежной у дубины. Собирается с друзьями в баре, обсуждает, какие женщины крутые. Своего рода джокер, улыбчивая гримаса не нарисуется, убить согласен по щелчку. Но в голове что-то щелкнуло, и гримасик нарисовался на счету. Но джокеру Бэтмена засел в голове. А ты ни у кого не засел в голове, ты неинтересный, нихуя. Ну как же неинтересный, очень интересный. Сестра девочки кипятка. Вот в Мэдиси. Дожили, сука? Харли, очевидно, уходит. Это всем понятно нам. Ведь вся твоя психушка из песни Вали «Карнавал». Да ты бы себе никогда не вырезал улыбку на лице, не пытайся собрать дундук. Хэллоуин был больше похож на джокера, когда порвал губу. Харли, чё сказал, да? Йоу, мне кажется, проблема лады искать в начале. Нет, я-то точно не Бэтмен. Бэтмен не умел писать панчлайны. Молодой Бэтмен. Молодой. Метавселенные Хайда, верчуэйт в акапелле на кубке. Спасибо. Ну а кто вот знал? Я стараюсь ответственно, но буду грамотно подводить к концу. Это база, сука. Как там назывался ивент? Марш отсюда. Рифмовка-то пиздато. Ну где смысл? Это всё одна и та же игра со словом. Ты так и не понял, что двойная рифма не значит связать два слова, блядь. Молодец. Рано говорить, да? Всё, скажи, а? Вот и весь батл рэп. А ты пошути здесь и сейчас, и пусть судьи себя набьют шотами. Я буду оставаться экспортным товаром, ведь люди меня выкупают по ту сторону, блядь. А тебе хоть раз третёлки говорили, что ты мужчина? От. Отто спрашивал, чёрт. А тебе хоть раз третёлки говорили, что ты ничму, блядь. Раунд. Жёсткости придал в конце. Да, да, да. Придал жёсткости. Выступил хорошо. Молодцы, да, хорошо выступил. Не было трэшака ни у кого. Текст тоже жестковат такой, да? И чувствовался небольшой такой хейтик. Небольшой умеренный хейтик. Что-то у них какие-то, что-то какие-то у них тёрочки были небольшие. Видать, смог, сказал ему то, что не надо, да? Что он не хотел. Секрет какой-то. Не, ну между ними есть напряжение, но напряжение, оно сбалансированное. Они как два врага. Ну, как два врага, всё на себя действуют они. Потому что они... Ну, то, что нужно, соблюдено. То есть, есть небольшой хейт, есть напор, есть агрессия. Новое, умеренных количествах. Вершпейд! 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 Москва, еще раз, как вам третий раунд Вершпейда? Ну-ка. Ну что, переходим к судейству. О, судейству. Давай, как, давай, как, что, как, почему, зачем, когда. Скажу, я, да. Думаю, прежде чем будешь что-то говорить. Об обстоятельствах. Оба исполнителя. Об последствиях. Оба батлёра, да. Шикарный. Каждый по-своему шикарен, ребят. Вы знаете, что Смоки я всегда смотрю, мне всегда нравится. Смоки? Да. Смока, да. Смок? Смок. Да, мне он нравится. Он мне просто нравится. Я давно его слушаю. Мне нравится Смок. А мне нравится персонаж из этого самого, из Mortal Kombat Smoke. Там такой эффектный робот. Интересно, классный ник. Псевдоним, точнее. Да, вот это тоже поинтересно. Это тоже, да, талантливый. Да, талантливый. Я знала, конечно, что от Смока ожидать. И он все ожидания он оправдал, да. Ну, от этого вы не ожидали. Мы ожидали крутой рэп от Смока. А Verge Fate, мы вроде его смотрели даже, но вот он меня удивил. Если мы смотрели, я его не очень запомнила. Сейчас я посмотрела, это шикарный рэпер. Да, молодец. Я бы сказала один-один. И Смок хорошо, да. Да, и Смок, и один-один. Ну, давай просто прогноз сделаем. Как ты думаешь, кто победит? Один-один, мне кажется. А кто победит? Ой, не могу сказать. Мне оба нравятся. Как я могу сказать? Мне кажется, Смок победит, потому что говорят же, что Verge Fate, он новичок. А новичкам, видишь, тяжеловато будет, мне кажется, судействие. Там все равно, наверное, играют и личные отношения, и кто знаком с кем, с кем общается. По-моему, Пачука у нас в гостях сегодня. Ну-ка, в гости зашел. Ну-ка, посмотрим. Спасибо вам, ребята. Спасибо. В общем, первые раунды нормально зачитаны, нормально зачитаны. Текст не особо понравился. Ну, чуть получше, но тоже не особо понравился. Вторые раунды поровнее, как мне кажется. У Смока было, как мне кажется, чуть техничнее. А у Verge Fate было чуть-чуть разнообразнее. Прикольные раскладки, но в середине сбивочка не очень зашла. Второй раунд я Смоку даю. Третий раунд Акапельный для меня решал. Но, как по мне, тут очевидно, что Verge Fate забрал, даже несмотря на твои забывания. У тебя одна тема была, и ты слишком сильно не сосредоточился. Что? Verge Fate удает? Голос. Но когда... Ну, слушай, действительно, вот Смок, вот он... Я, по-моему, он все ни одного раза не запнулся. Нет. Он текст не забывал. Он, говорит, на одной теме зациклился, на одной теме. Ну, мне кажется, это обязательно надо найти слабое место и в него бить. Он действительно смог вот эту тему хорошо разъехать. А на какой теме, на какой? Ну, про все это. Нет, мне кажется, все-таки больше было напора и агрессии у Смока, чем у Verge Fate. Панчлайны там средние очень много и было, и плохих тоже много было. У него поплотнее по тексту и подготовься лучше. Запоминай новое слово поплотнее. Запоминаешь, нет? Ага, поплотнее. Тихо. Тоже будем использовать поплотнее. Интересно, что это, врач, в первом месте. Голос отдает, сегодня он в гостях. Диджей Пузо, ТКК, поприветствую Диво. Неужели Смоки, Смоки, второе место? Раз, два, как настроение? Нет, мне кажется, нет. Один-один надо? У каждого действия. Ты слышишь, еще как на кладбище? Давай громче. Все, короче, я первый раз на таком мероприятии. На самом деле уши вяли, но потом нормально. Слева Смок, а справа Verge Fate. Окей, послушал и тебя, и тебя. Мне показалось по текстам слабовато, но по текстам слабовато. Ну, может быть, это... Ну, а почему слабовато, а? Почему слабовато? Они не хотели там такой треш встраивать? Слушай, если тебе по текстам... Все ровно. С большим уважением к тебе отношусь, первый раз тебя вижу. Да. Если вам, точнее, не буду на ты, если вам по текстам слабовато, вам надо к Огилу прийти. Да, ну тут... Еще кому, кто еще трешдает в текстах? Давай дальше. Техники вроде бы Смок поинтереснее, и во втором раунде юмор. А я ценю юмор в текстах, и вообще в треках. И так далее. Ну, а у тебя больше, как в натуре, уральский рэп какой-то. Ну, читка типа такая, а у тебя типа более... Не знаю, мне так понравилось, как... Мне так понравилось. Он меня реально удивил. Вот я давно не удивлялась рэпу. Хотя мы недавно смотрели новую батл, там было три новых парня, и они удивили. Но реально Вердж Фейт удивил тем, как он рэп классно читает. Мне понравилось. Ну... Голос меняет. Оксимирон. Не, у него голос реально крутой. Да. В натуре. Все, поэтому я свой голос отдаю, свой уральско-московский голос отдаю тебе, Смоук. Ну и в Mortal Kombat я тоже за Смоука играю. Так что вот тебе. Хоть бы один-один. Так, у нас интрига. Один-один и третий голос отдают голос. За кого? Кто? Ты как? Кто отдаёт голос? Как думаешь? Я же тебе сказала, Смоуку отдадут, потому что Вердж Фейт мы новичок. А новичкам тяжело. Они даже сначала проиграть много раз, потом будут выигрывать. Комик Алексей Шамутила. О! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Алексей Шамутила, группа Дязинги, проект The Battle. Это был Синдикат Наши, слушаюсь Криптонит, разбираюсь в рэпе очень давно. ATL, всё это знаю, ребята, так что не серчайте, если что, разбираюсь давно. Значит, ребята отлично реально зачитали оба раунда, то, что было на битах. Мне здесь больше понравилось, потому что было вот это. Да, бит был классный. Как это называется? Это называется Mike Sticks, да, ребята. Это называется Mike. Спасибо, отличный Mike Sticks. С этой стороны представлен. С этой стороны неплохой вайпхантер. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как бы удивительно, что для меня было чувак за фристайл на педе, то есть я не понимаю, как ты это придумал, иди нахуй, иди нахуй. Это столько, как это просто был фристайл. Ты, кстати, как к фристайлу относишься? Это фристайлы, когда человек просто сочиняет сразу на ходу. Я, честно говоря, ни разу не слышала хорошего фристайла. Да, мы с тобой кое-что смотрели несколько раз, нам не очень понравилось. Помнишь, кто-то? Нет, допишите хоть одного человека, кто классный фристайл замутил. Вот ни одного, я смотрела много Мне не нравится фристайл Обычно там самые такие примитивные рифмы Да, и не такие некрасивые рифмы Это очень тяжело фристайлить Правда, фристайл Это было круто По капелле в итоге У Верч Фейта было просто куча пай Нет, у Смока был хороший фристайл Если бы он не сказал, что это фристайл Мы бы даже не знали Но вообще, когда человек готовится И пишет текст, да, и фристайл Это же разные вещи Когда готовишь, у тебя же больше времени Интересные какие-то, интересные рифмы придумать Ты слышишь, что фристайл отдают, по-моему Это все решило, мне кажется Я заберем что-нибудь Шок, шок, шок Друзья, впереди в Кобедит Победит Я хочу подарить вам подарки От нашего спонсора, Роял Рейбан Это Хэллоуин сразу Чтобы никто не расстроился Так, ребят, подарки сейчас будут Никто не расстраивайтесь Просить ваше мнение Первым начинал Смоук Отвечал ему Верч Фейт Еще раз Смоук Верч Это был Кубок МЦ Подписывайтесь на канал Выбирайте победителя в голосовании Москва Вы здесь? Ребята, Кубок МЦ Здесь бывает все Все возможно И даже белорусский наш товарищ Какой-то перформанс был, видимо Да, это был перформанс Надеюсь, я смогу... У Смоука мне все-таки акапельная часть больше понравилась А у тебя акапельная часть Я расстроилась Без музыки Смоук все-таки Ну, очень эффектно звучал без музыки Я не ожидала, конечно Я, конечно, за Смоук это была Ну, все равно Потому что... Верч Фейт для нас новый человек Смоук уже в фаворитиках Понятно, что... Смоук фаворитика у нас Да, Верч Фейт Я немножко расстроилась Да, я расстроилась Смогу вернуться домой Но Верч Фейт тоже молодец, как-то Очень нас удивил Лучше чуть-чуть здесь потусить, как будто Он расстроился Знаешь, а мне честно кажется, что Смоук знает, как бы, что на каком высоком уровне И я не думаю, что он расстроился Смотри, лицо расстроился, по-моему Но он в душе внутри же понимает, что он крутой рэпер Как акапельная часть Удивила тебя соперник Ну, все вот эти банальные вопросы А, Верч, красавчик, Верч, молодец Акапелка, я не ожидал от него такой акапелки Акапелка плотная, хорошая Нет, акапелка, может, я не знаю Мне казалось, что он немножко растерялся Верч Фейт в акапелле А ты помнишь, в начале, вот именно батла Он говорил, что я акапельный, говорит Верч Фейт не сможет меня По акапелке От себя, в себя разочаровался, потому что От мой доход От мой доход, да И акапельный, и в БПМах были сбивки Смоук, сбивок не было видно У тебя все было хорошо До конца доволен, да, собой Я бы сказал, разочарован Ну, бывает, что Нет, смотри Нет, хорошо, хорошо Он говорил, что в акапелке я его завалю Говорю, завалю, говорит В акапелке, говорит Он же говорил Кто это говорил? Смоук говорил В акапелке, кто его замочит Ферфекста А получилось-то, наоборот, получилось Не знаю, мне акапелла больше смока понравилась Мне тоже больше понравилась Давай вот от одного, например, до десяти акапелла У смока, например, там это девять А у вершфейта, на мой взгляд, это шесть акапелла Но десять это уж что-то прям нереально идеальное Такого я не слышала Мы с тобой в гримюрке общались о том, что вы Вы два отличника батл рэпа Я вас благословил обоих Но что-то пошло не так Да, да, да И вот я вас благословил хуже как-то А есть ли амбиция провести полноценно акапельный батл? Слушай, ну нужна работа над ошибками сто процентов Вот, если будет что-то интересное Я честно, я не понимаю, почему Я вот еще раз к вершфейту отлично отношусь Молодец, талантливый молодой человек Но как можно не видеть, что он там реально просто Ну очень сильно волновался И это отразилось конкретно на его выступлении Он прям чуть ли не в шоке там был, понимаешь, когда он читал Он это на автомате читал, потому что он был просто шокирован Он же говорил, что он без битов, как без одежды Или как-то так он выразился На горизонте, а то можно попробовать На горизонте это ключевое слово? Да, на горизонте Друзья, это Кирилл Это Кирилл Ему подарили подарок И говорят, что ты проявил себя очень хорошо На битах я в вас не сомневался Никто в вас не сомневался Но в Акапеле вот Смур лично сказал, что ты удивил его как соперник Твои эмоции Я охуел Я когда писал патчлайны, я думал, никто шуметь не будет Блядь, так шумели, так поддержали Я сейчас охуеть был Очень рад за тебя Задавал этот вопрос Владу Может быть какие-то Акапельные амбиции Честно сказать, в Акапеле не хватает имен Вот ребята провели батл Триплета и стрелы СПБ Вот Может быть, кого-то ты бы хотел в Акапеле разъебать Полноценно Акапельный батл Хотел бы ты или нет? Никогда в жизни Видишь? Никогда в жизни Почему? Потому что очень тяжело Да? Очень тяжело, конечно Некоторые вообще не парятся в Акапеле Говорят просто обычным голосом Ну что, ребята, давайте подведем итоги, ребятки Сильные батлеры, оба Оба сильные Конечно, я думаю, что первое место возьмет смог Я так думала Но все равно видно, что второй его оппонент, ребятки Что он очень сильный тоже, мальчик Правильно ведь, да? Скажи Ну, все-таки думала, что первое место смог займет Ну ладно В следующий раз займет первое В следующий раз первый место займет Вообще, мне все оба ребята понравились Оба мальчика Молодцы, ребятки С удовольствием послушала Мне очень понравилось, ребятки Очень Я прям отдыхала, ребятки Спасибо большое заказчику Вячеславу Вячеславу, спасибо большое Ну что, друзья, пока